Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала, садоводы и огородники. Сегодня у нас опять практическое занятие, уже пора. Мы высаживаем перец, базилик и помидоры. Ну вот часть я уже высадила, потому что у меня очень много этого добра народилось, много рассады. Начнем с перца. Вообще местные жители говорят, что в грунт помидоры, перец и все эти полюбивые растения нужно высаживать после 9 мая, потому что до этого времени могут быть заморозки. Но я посмотрела прогноз, погода благоприятствует, поэтому можно уже начинать, я думаю, сейчас. Значит, что нужно знать про перец? Перец бывает сладкий и горький, но агротехника у них примерно одинаковая. Вот видите, перец здесь формируют на открытом воздухе в один ствол. Теплицу можно формировать в два ствола. У перца вот такая бывает развилочка, вилка. В середине нее обычно образуется почка, она называется королевская почка. Эту почку необходимо выламывать. Урожаев вы все равно больших с этой почки не получите, зато перец будет подносить лучше. Все, что находится на стволике, побочные пасмки, тоже надо удалять. Вот выше основной скелетной вилки, ниже основной скелетной вилки. Потом пойдут скелетные веточки, и каждая из них будет также ветвиться. На этой веточке вспомогательной оставляется только один здоровый побег, самый крепкий. А второй побег прищипываете над первым листом и над плодоносящей почкой. Один листик нужен на выщипанном побеге для того, чтобы кисть, которая от него пойдет, тоже плодоносила, давала плоды. И таким образом перец будет ветвиться. Перец я посадила, в основном сладкий. У меня 10 сортов. Я не знаю, что 10 сортов. Половина сортов мне дали те, кто выращивает их здесь, половина мои. Я хочу попробовать и посмотреть, какой из них будет более эффективный в данном южном климате. Горький перец от сладкого перца обязательно сажайте отдельно, потому что они переопыляются. И вы получите либо все сладкие перцы горькими, либо вообще непонятно что. Ну, а теперь приступим к практическому делу. Прежде чем сажать перец, расскажу, какие вспомогательные вещи для этого нам нужны. Может быть, вам это тоже пригодится. Некоторые из них я открыла для себя здесь. Хотя узнала об этом еще там, откуда я приехала. Вот смотрите, для подпорных стержней, для помидоров и для перца, я использую вот такую арматуру из армированного стекловолокна. Она продается здесь, в Гостогаевской. Стоит не очень дорого, зато она вечная. Продается на строительной базе, на школьной. Очень удобно. То есть один раз купили, нарезали болгаркой и пользуетесь всю жизнь, или пока вы занимаетесь выращиванием помидоров, перцев и других растений. Второе. Чем я подвязываю растения? Я очень много всего перепробовала. И бечевку, и киперные ленты, и клипсы, которые зажимают пластиковые. Но самый лучший способ. Вот такие вот синтетические веревочки. Их я нарезаю, пардон, из женских колготок. Не выбрасывайте, это очень удобная штука. Они не пережимают растения, просто растягиваются по мере рости стебля. И вы можете нарезать любые, 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 самые даже длинные из них полосы. То есть тоже очень удобно. Еще одно понятие, которое садоводов-огородников, начинающих, с малым количеством опыта, ставит в тупик. Что такое посадить на уровне земли? Например, розу надо заглубить ниже уровня земли, чтобы было место прививки. А растения другие, место прививки должно быть выше уровня земли. Очень просто. Вот вы копаете яму и кладете палку. Вот палка, это и есть уровень земли. То, что ниже нее, это ниже уровня земли. То, что выше нее, это выше уровня земли. Ну а теперь приступим к практической посадке перца. Так, мы выкопали лунку под перец. Наливаем туда литра 3 воды, не меньше. Ну, короче, чем больше, тем лучше. Потому что здесь почва очень емкая, влагу всасывает. То есть должна быть лунка полностью заполнена водой. Подождем, пока она впитается. Кладем нашу витаминную смесь, так называемую. То есть здесь торф, удобрение, либо навоз, либо покупное удобрение. Минеральный там вермикулит или перлит. И суперфосфат. Чтобы каждый раз горстями не класть, я сразу замешиваю эту смесь. И кладу потом во все лунки, когда сажаю очень много растений. Так проще. Кладем еще есть такое волшебное средство. Называется глиоклодин. Это антибиотик естественного происхождения. Ну, я кладу его, когда я не забуду, конечно, если на улице сажаю растения. А в теплице его надо класть обязательно. Оно против корневых гнилей. Две таблетки обычно, ну, под помидором можно три. Под перец две, под огурцы тоже две. Я кладу его, и особенно огурцы болеют гнилями, корневыми. Поэтому это достаточно эффективно. Вытряхиваю перец из стаканчика. Вот видите, какой ком уже весь обросший корнями. Копаю луночку в мягкой земле. Сажаю вот до семидолей, обычно вот до этих листочек до семидольных. Ну, и снова всыплю своего витаминного средства. Можно полить еще раз. Втыкаю подпорочку. Подпорочку надо обязательно втыкать. Вы видите, куда вы ее втыкаете, а не потом, когда можно повредить корни. И засыпаю сухой землей. Да, еще самое такое здесь, то, что нужно делать обязательно, эти посадки мульчировать. Мульчировать, значит, были там вопросы по поводу, в предыдущем ролике, по поводу шелухи от семечек. Можно ли этим улучшать землю? Да, можно. Кроме этого, можно мульчировать и шелухой от семечек. Можно мульчировать и травой. У меня вот тут есть перепревшая солома. Я тоже мульчирую. Вода меньше, почва меньше испаряет влагу. И растению более комфортно. Ну, как-то вот так. Потом, когда он подрастет, вы привяжете ее вот этой веревочкой эластичной. Я обычно на все эти подпорочки пишу маркером или несмываемой краской название, чтобы знать, какой лучше растет, какой хуже. Но это я уже для себя. Ну, вот, собственно, и все. А теперь приступим к посадке помидор. Если на нашем столе будут гипотетически, их надо же вырастить, помидоры и перец, то нельзя обойтись без пряновкусовых трав. Ну, здесь, конечно, королем пряновкусовых трав выступает базилик. Недаром по-гречески этот уроженец Средней Азии называется королевский. Базилик завоевал не только Азию и Грецию, а всю Европу. Вся итальянская, французская кухня поставлена на использование во многих блюдах базилика. Для агротехники базилика важно знать, что для того, чтобы получить хорошие, сочные, мягкие, нежесткие листья, для того, чтобы он не цвел, обязательно нужно прищипывать верхнюю ростовую почку. Вот видите, саженец не прищупнутый ростовой почкой, а вот этот уже коренастый, из боковых пазух идут побеги, с прищипнутой ростовой почкой. И так в течение всего времени, пока растет базилик. Обломали верхние ветки, не жалейте его. Через некоторое время он вам снова даст обильный урожай мягкой, ароматной, свежей зелени. Видов базилика 150 наименований, а может быть и больше. Он бывает и зеленый, и вот у меня тут вкрапинку, и вот у меня есть фиолетовый. Поэтому я люблю больше фиолетовый. Кому что нравится, выбирай на вкус. Но базилик все-таки трава. Этой ремоннице мы с ним особенно не будем. Заливаются лунки водой, лунки копаются небольшие. Базилик очень теплолюбивое растение. Я его выращиваю через рассаду, потому что можно его, конечно, здесь сеять в грунт. Но мне кажется, этот номер не пройдет, надо уливать эти семена, потом тяжело над ними корпеть. А так, ранней весной, зимой есть время, посадили базилик где-то в феврале. И вот, пожалуйста, сейчас можно его сажать в открытый грунт, когда минуют грузы заморозков. Витаминные смеси бросили в горсточку. Как говорил один мой знакомый, я тебя посадил, теперь уж твое дело. Захочешь жить, вырастешь. Не захочешь, ну, это твои трудности. Так, когда растение чуть-чуть приживется, ростовую почку я прищипну. Эти ростовые почки я прищипнула еще в рассаде. Я его ничем не подкармливаю, только периодически поливаю. Он любит солнечное, хорошие такие влага и воздухопроницаемые почвы. Поэтому здесь обязательно рыхление, вообще всего-всего-всего. Рыхление называют сухим поливом. Вы увидите, даже если вы не поливаете растения, на них образовывалась корочка, стоит вам только его прорыхлить, грядочку, как растения сразу начнут расти очень интенсивно. Я заметила, вот на своей грядочке, где свекла, морковь, щавель, очень-очень видно, как растения отзываются на рыхление. Ну, вот, собственно, и все. С базиликом покончено. Расти себе на здоровье. Следующий овощ, который мы сегодня сажаем, это помидоры. Краткий курс теории. Помидоры бывают двух видов. На пакетах написаны умные слова. Индетерминатные. Это значит, помидоры, у которых не сдерживается рост. Обычно они вырастают 2 метра и выше. Это салатные помидоры. Это помидоры, большие, крупные, по 200 грамм каждый, либо черри. И детерминатные. Это помидоры низкорослые, у которых рост сдерживается. Если первые помидоры высокорослые, обязательно нужно посынковать, удалять пазухи из пазух листьев, то вторые помидоры детерминатные. Как правило, посынковать не нужно. И это очень радует. Они вырастают низкорослыми. Пасынки в зачаточном состоянии либо не появляются, либо остаются в зачаточном состоянии. Маленькие, короткие. И, в общем-то, это хорошо. В парнике помидоры формируют обычно в 2 стебля низкорослые. И в один стебель высокорослые. Переводят пасыны, которые образуются под первой цветочной кистью, на вторую боковую ветвь. Не над первой, а под первой цветочной кистью. В грунте эти помидоры формируются в один стебель. Я хочу вместе с вами провести небольшой эксперимент. Здесь я услышала интересную тему о выращивании помидоров. Уже 2 человека мне сказали, что они сажают помидоры. Одна женщина в теплице, которая здесь живет 5 лет. И другой человек, который приехал сюда 2 года назад или 3, на улице. И не поливают их. Я заинтересовалась, как они это делают. И для себя решила поставить небольшой опыт. Одни помидоры я обычно выращиваю детерминатные, низкорослые. За исключением двух, например, там кустов черри, так побаловаться. Одни помидоры я посадила в теплице. Вторые я посадила на грядке обычным способом. Замульчировала их и буду поливать. А вот третьи помидоры я хочу посадить именно по тому способу, как мне сказали, там есть свои небольшие тонкости на улице и не поливать их. Я их вот здесь вот уже начала рассаживать вдоль забора. Замульчировала травой. Ну, если они помрут, так помрут. Не так обедно будет, не на видном месте. Тем более здесь не так жарит солнце. Оно есть, но не такое яркое, как в других местах. Но при выращивании рассады для такого способа посадки помидор есть один фокус. Вот посмотрите. Это так называемое, вы, наверное, многие знаете, садоводы. Кто не знает, я расскажу. Рассада выращивания по-московски или рассада в пеленках. Изобрела москвичка, самая первая, кто это стала применять. И для того, чтобы сэкономить место, когда выращивается рассада помидор. Представляете, большие стаканчики занимают много места. А тут узенькие, узенькие стаканчики. А еще их бывает заворачивают в целлофановую пленку по несколько штук. Для чего это делается? Для того, чтобы корень у этих помидор настраивался уходить вниз. А не расползался по поверхности, как в небольших стаканчиках для рассады. Таким образом, там где ниже, там больше влаги. В общем-то, ну, таким образом, вот эти помидоры без полива все лето, как говорят, здесь живут. Местные садоводы пришли в ужас, когда я спросила их об этом. Но если два человека это делают, то почему бы не попробовать? Тем более, рассада у меня выросло очень много. Значит, смотрите, что нужно для того, чтобы подготовить посадочное место. Выкапываем яму. Ну, вот я примерно, ну, чуть больше штыка лопаты. Раз они должны, как бы, искать сами там воду, то яма-то должна быть побольше. Выкапываем яму. Потом наливаем туда 5 литров воды. Ну, конечно, не надо вымерять. Я, например, знаю, что у меня при таком напоре секунд за 20-25 яма вбирает в себя 5 литров воды. Но можете, да, вверху ямы, чтобы вода стояла, налить туда. То есть этого будет достаточно. Помидоры поливают один раз при посадке. И больше этого не делают. Для того, чтобы влага из почвы не испарялась, их хорошо надо замульчировать. Мульчировать, как я сказала, здесь и скошенной травой, и соломой, и шелухой семечки. Одна женщина мне сказала, что она мульчирует в парнике помидоры газетами. Да, 3-4 слоя можно замульчировать газетами. Ну, у меня, в общем-то, то, что было под рукой. Мне муж вот накосил травы. Есть газеты. Сейчас я и попробую это сделать. Сначала постелю эти 4 слоя газет, а потом сверху травой. Так, вот сейчас вода уже набралась. Тут надо, в общем-то, поработать в основном только при посадке. Кладу в свои замечательные витаминные смеси. Жду, пока вода впитается. Естественно, если у вас глинистая почва, у меня тут не очень хорошая почва, внизу комки желательно разбить. Потому что помидорный стебель, ну, будет искать все равно влагу и уходить, корень уходить вниз. То есть ему надо как-то почва, чтобы была немножко рыхлая. Беру ножницы, разрезаю стаканчик. Вот смотрите. Видите, вот корни растут вниз. Делаю лунку. Помидоры можно заглублять как можно ниже. Чем ниже вы их заглубите, тем больше корешков с основного стебля, вернее, зачатка в корне из основного стебля дадут корешки. И, в принципе, помидоры это очень нравится. Они будут более устойчивые и более сильные. Так, засыпайте землей. Только старайтесь, чтобы земля была тоже без комков. Ну, как получится уж, в общем. Так. Ставите подпорку. Подпорку обязательно. Это помидоры бычье сердце. Хоть они и полудетерминатные, то есть не сильно высокоруслые, полтора метра, но все равно подпорка им нужна. Так. Привязывайте. И еще раз нужно полить хорошо. Вообще, если вы сажаете таким образом в парнике без полива, ну, желательно теплой водой это делать. Но у меня, к сожалению, много помидор, а теплой воды на всех не напасешься. Поэтому, опять же, ну, делала для них все, что могла. Пролили. Ну, и дальше засыпаете уже обычной землей. Вот хочу вам показать еще одну необходимую вещь, которую нужно огороднику иметь здесь. Местный человек, который пришел пахать землю, долго смеялся, когда он не узнал, что у нас нет тяпки. Здесь ее называют цапка. То есть ей и сорняки подрезать, и рыхлить, и закапывать. Все можно делать. И особенно разбивать вот такие вот комки, посмотрите, вот. Когда вы что-то делаете, очень удобно. Что-то собаки мои сбунтовались. Ну, вот желательно комки эти убрать. Еще, наверное, вы обратили внимание, здесь гряды делаются в уровень с землей. Приподнятые высокие грядки, к которым многими привыкли северные части нашей страны, чтобы они лучше прогревались. Здесь, наоборот, очень сильно испаряют влагу. Поэтому местное население нарезает гряды вровень с землей. Так меньше испаряется влага, и растениям комфортно. Так, ну вот, можно оставить вот такую вот небольшую луночку, чтобы как бы солнце меньше иссушало. Теперь мы берем газету. Так, ножницы, вот они. Вот она у меня в четыре слоя, здесь газета. Так, сегодня ветер, поэтому пока я тут ее замульчирую, чтобы ничего не улетело. Так, присыпаем землей. Так, и мульчируем травой. Или что у вас там есть? Солома, ну и прочие мульчирующие материалы. Ну, как-то вот так. Вот, все. Еще обратите внимание, сейчас как раз интенсивный рост сорняков. Обратите внимание, я применяю для того, чтобы подавить сорняки, на соседнем участке их не косят. И у кого новые приобретенные участки, там тоже сильно очень многолетние корневища. Я применяю гербициды, не надо их бояться. Они через две недели распадаются на составляющие совершенно безвредные. Но если вы обработаете этими гербицидами свой участок под зиму, то, честно говоря, многолетних сорняков у вас не останутся. Они просто перегниют. Типа раундапа, глифоз, ну и прочие гербициды. Это так, между делом, потому что, вот видите, разница. Там зеленое, а здесь уже они стали умирать. И они умрут, все эти сорняки. Ну, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте в комментариях, пишите, очень интересно. Смотрите наш канал, мечтайте и делайте. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok